Привет, бро! С тобой Воблер, это у нас игра Брик Рикс. Сегодня мы с тобой будем испытывать две самые популярные Тесла Кибертрак в игре. Посмотрим, какая же из них самая крутая, самая прочная и самая быстрая. Присаживайся поудобнее и ставь лайк за 3 секунды, если бы ты хотел реальную Теслу себе домой. Считаю. Раз, два, три. Молодец, что успел поставить лайк. Итак, смотри. У нас есть Тесла номер 1. Такая вот маленькая, она довольно популярная. Больше 100 звезд в Стим Мастерской. И есть вторая Тесла. Это Тесла номер 2. Она даже есть иногда с прицепчиком. Ну, мы прицеп, конечно же, убрали. И посмотрим, какая же из них самая интересная. Сегодня мне будет помогать Доктор Злох. Сегодня он хороший, поэтому он просто будет док. Он, видишь, такой улыбается, вообще весь позитивный. Но когда он становится черным, он просто начинает буянить и все разрушать. Ну что, Док, давай мы садимся в машины. И сейчас попробуем выяснить, какая Тесла самая быстрая здесь у нас на треке. Тем более, что у нас будет два заезда. Если у нас будет все по-равному, значит, придется сделать третий. Давай, считаю до пяти. Да, и когда будет у нас на пятое мигание, мы с тобой начинаем ехать. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Давай. Едем, едем. Моя вроде бы быстрее. Главное, никуда не поворачивать. Не, чуть-чуть левее. Правее. Ой-ой-ой-ой-ой. Колесо отлетело. Бо-о-о-о-о. Ты дышь. Мы видим, что у Дока тоже Тесла, блин, развалилась. Но все же она смогла проехать намного дальше, чем моя машина. Как так? Так. Она маленькая, такая и удаленькая, мы видим. А что у тебя с колесами? Два колеса нету и два осталось. Конечно, ты доехал дальше. Мне кажется, что победу присуждаем этой машине. В принципе, она доехала дальше. Но мы видим, что на старте я неплохо начинал. Просто меня подвело мое рулевое управление. Мы пока тут паркуемся, чтобы ровно стоять. А ты обязательно напиши, бро, в комментариях. Какая тебе Тесла больше нравится по внешнему виду? Мне, если честно, нравится моя номер вторая. Потому что она выглядит реально как кибертрак, такая огромная. А первая Тесла, она как будто, ну, я не знаю, какая-то малютка маленькая. То есть, как будто легковушка. Это даже не скажет, что это Тесла. Ладно, попытка номер два. Ну, мне кажется, что я ехал довольно прикольно. И я даже мог бы обогнать. Но трасса очень узкая для моей огромной машины. Заезд номер два, считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Ох! Мы видим, док вырвался вперед. Едет, я набираю скорость. Возможно, у меня большие колеса. О, нет! Ты начинаю, блин! Ты посмотри, куда... Ха-ха-ха, док доехал дальше. Он тоже, ха-ха-ха, вылетел с трассы. Ты посмотри, куда его вынесло вообще. Я такой под текстурами. Но он смог далеко доехать. Мне кажется, что нам надо более ровная трасса, чтобы сделать полный заезд. В этой гонке выигрывает Тесла номер один. Испытание номер два для наших Тесл кибертраков. Давайте представим, что очень много лежачих полицейских. Такая вот холмистая местность. И мы должны здесь проехать как можно дальше. Скорость, мне кажется, должна быть одинаковая. Посмотрим, как это вообще будет получаться. И мне кажется, что у моей Теслы есть преимущество. Потому что колеса больше. Ну, а какие колеса прочнее, конечно же, мы с тобой сейчас выясним. И напиши обязательно в комментариях, за какую Теслу ты вообще болеешь. За мою большую или за эту маленькую? Пиши, я болею за Теслу номер один. То есть, это маленькая. Либо я болею за Теслу номер два. Вот эту. Я болею коронавирусом за Теслу номер один. Поехали. Одинаково давлю на газ. Мы едем. Итак, кто сможет доехать дальше? Ооо! Я неплохо еду. Блин, я перевернулся. Но я доехал дальше. Так, так, нечестно. Я могу ехать? Это считается за то, что я еду или нет? Ну, как сказать. Так нечестно ты скорость потерял. Что ты такой потихоньку? Смотрите, Тесла номер один потихоньку меня опережает. Но она какая-то более сбитая, что ли. Там колеса не так отпадают. Ой, крутой такой. Ха-ха-ха. Заносит его. Все, давай заново. Попытка номер два. Ну, ты выиграл. Что могу сказать? А может это было нечестно, бро? Пиши в комментариях, как ты думаешь, честно или нет. Попытка номер два. Проехать наши холмы. Коль это пикап, значит пикап должен быть внедорожником. И ехать по таким вот не совсем ровным местам. Поехали. Жу, даю газу. Мне главное руль прямо держать. И он начинает бросать. Да ну что ее бросает? Ну вот потихонечку я тоже могу, в принципе, ехать. Ты видишь? Ну все равно, у той Теслы мы видим, ничего не отлетает. А, колесо отъехало. Я добрался сюда. Ты тоже, кстати, сейчас доедешь, да? На трех колесах. Ну давай будем считать 1-1, в принципе, да? То есть ты один раз победил, я один раз. И давай сделаем третий заезд, чтобы уже реально поставить галочку, кто здесь вообще победил. Мне кажется, что тот, кто приезжает первым сюда, тот и тоже считается победителем. Ну потому что скорость тоже влияет, согласись. Итак, я с доком поменялся местами. Сейчас он будет ехать по моей дороге, а я по его. Поехали! Газ в пол! Жму! Главное, чтобы его никуда не заносило. Едь прямо! Прямо едь! Давай, блин! Да что ты переворачиваешься? Так нечестно! Я перевернулся! Я уже никуда не доеду. Даже если он будет ехать потихоньку, он сможет победить. А ну и ушел отсюда! Блин, такое ощущение, что я Тесла Кибертрак папа, а это мой какой-то сыночек поехал или дочка. Ай, мы видим, что Тесла номер один и в этом состязании, ребята, одерживают победу. Итак, ребята, состязание номер три. Взлетная полоса. Да, мы сейчас едем и лоб в лоб врезаемся. У кого будут меньше повреждения, тот и побеждает. Ребята, вы готовы? Тут еще главное доехать, блин, а чтобы по дороге не развалиться. Давай, в центре врезаемся. Вот так вот. Ну! О, бдыщ! Ну, не знаю. Мне кажется, что Тесла номер один победила. Да как так? У меня даже колеса остались. Отстань от меня! Дай мне вылезти! Я головой об землю, смотрите, ребята. Капец, у меня вообще передние колеса отлетели, а у Тесла номер один, ну, просто там отлетел бампер. Да, передний. А все же мы видим, что там водитель остался целый. Я тоже как бы целый, но моя машина вообще не ездит. То есть домой я точно не доберусь, хоть и батареи у Теслы находятся внизу. Если честно, не ожидал, что моя Тесла проиграет. Ну, как так? Я же больше! Может быть, все потому, что у меня совершенно с других деталей создана машина. Все равно моя машина больше нравится. Блин, как же так? То есть Тесла, она же типа на прочность там тоже проверяется. Давай, 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 давай. Сейчас будет реально столкновение. Давай сбоку. Тыщ! Ого! А здесь я выжил! Ты посмотри. У меня вообще никаких повреждений нету. Ну, кроме того, что я на бок перевернулся. Мне кажется, что это не считается за повреждения, наверное, да? Смотрите. Ох! Ну, я не могу вообще никак перевернуться. Да куда так нечестно? Ты мне вперед разбил. Но зато я перевернулся. Мне кажется, что в этот раз повреждений меньше у меня. То есть я вообще целый был и невредим. Если бы машина не перевернулась, я бы четко победил. Давай мы сделаем третий заезд финальный. И уже он поставит жирную точку в этом состязании. Пол давим. Давай, едем, едем. Еще давай. Давай, давай. Тыщ! Вот это удар был. Ребята, ну моя Тесла, мне кажется, прочнее. Ну как? У нее лоб-то прочный, но колеса у нее отлетают. То есть если сделать так, чтобы колеса никак не разлетались. Отстань от меня, ребята! Неужели доктор Зло снова стал каким-то злым? Даже не знаю, ребята, кому засчитывать победу. Наверное, все-таки Тесла номер один, потому что она остается на ходу. Моя Тесла, она большая и постоянно переворачивается. Давай посмотрим, как же эти Теслы будут противостоять поезду. Ребята, мы видим, что едет поезд на большой скорости. Сейчас первая Тесла получит реально серьезный удар. Ну, летит. Тыщ! Мы видим, что против поезда даже эта малютка не спасает детали. Разбросала, мне кажется, на несколько километров. Это просто жесть. Я, если честно, вообще боюсь выходить со своей машины. Вы посмотрите. От первой Теслы даже здесь остался передний бампер, по-моему. И задний. То есть если кто-то будет сидеть в багажнике, либо спереди в багажнике, то может, в принципе, выжить. Что-то такое? Мотор обугленный? Или что-то такое осталось? Это сидение? Ну, просто капец. Мы видим, вот, ребята, стоит Тесла. Теперь она будет против поезда противостоять своим бронированным лбом. Посмотрим, сможет ли она защитить своего пассажира. Сможет ли док вообще выжить в этой аварии. Смотрим. И что за удар? Ну, нормально, слушай. Реально нормалек. А ну, давай посмотрим. Слушай, ты выжил? Реально выжил? Слушай, круто все. У тебя немножко... Подожди, что у тебя пострадала? Лобовуха? Это двигатель твой электрический, да? Вот мы видим. То есть хорошо выжила. Главное, сбоку она прям разлетелась. А спереди ты даже на ходу. Ты можешь ехать? А ну, поедь. Ого, попер такой. Еще можешь даже гонять. Ребята, моя очередь сейчас. Ребята, что-то я очкую. Я боюсь, что моя Тесла не сможет выжить ни в бок, ни в лоб, а против поезда. Так, стою боком. Подъезжаю. Вот. Моя Тесла большая. Реально огромная. Смотри, сейчас поезд на меня едет. Нет, поезд! Не трожь меня! Что ты творишь? Смотри, какая скорость. Он даже, мне кажется, на повороте вообще не сбавляет ходу. Тыщ, я выжил! А как так? То есть, из-за того, что машина большая, наверное, я и выжил, ребята. Смотрите. То есть, можно сказать, что я победил. То есть, получается, что Тесла должна защитить своего водителя и пассажиров. Ну, наверное, пассажиры точно не выжили бы. Но вот и я, как водитель, все нормально, да? Смотрите. Даже ехать могу. А у меня одно колесо осталось. Вы видите? Стою, ребята, лобовой проекцией. Мне кажется, что моя Тесла и здесь сможет выжить. То есть, получается, когда я стоял боком, машину разрезала напополам. И таким образом я выжил. Посмотрим, смогу ли я выжить при лобовом столкновении. Док смотрит, такой, наверное, пальцы подогнул. Говорит, проиграй, проиграй. Но тыщ! Вообще меня жестко размазало. Вы посмотрите. Но я выжил. И в этот раз выжил. Смотрите, как смешно получилось. В прошлый раз мне отрезала заднюю часть машины. А я остался в передней, да? А теперь наоборот. Теперь, ребята, мне переднюю отрезало, а задняя осталась живая. Ну, короче, мне кажется, эта Тесла реально побеждает в этом состязании. Потому что она дважды, скажем так, победила. Но, с другой стороны, первая Тесла тоже неплохая. Потому что, все-таки, она смогла защитить своего пассажира в лобовой проекции. Да, с лобовым столкновением. Ну, что ж, ребятки. Новые испытания для наших Тесел Кибертраков. Смотрите, есть такой вот у нас трэмплинчик небольшой. То есть, когда Тесла заезжает на него, она должна как бы встать на колеса и поехать. И быть более-менее на ходу. Если, конечно, все развалится, значит, и проиграл. Если машина тоже больше развалится, значит, тоже проиграл. Сейчас мы посмотрим, кто же из нас победит в этом состязании. Едем. Давай, давай. Тут я набираю скорость. Сейчас будет прыжок. Воу! У меня сразу жопа отпала. Ты дышь. Ну, я перевернулся, блин. Да что моя машина просто переворачивается? Она как бы не сильно пострадала, но почему-то перевернулась. У тебя, кстати, отлетели колеса. То есть, я, мне кажется, был намного прочнее. Непонятно, если честно, кому, ребятки, засчитывать победу. Мне или Доку. Но, с другой стороны, давай еще раз попробуем. Это пока что не будем учитывать, потому что я не знаю, как правильно посчитать. Давим на газ. Просто машину как-то разворачивает. Я сейчас попытаюсь по своей полосе ехать. Ну, ай, трамплин! Подожди, трамплин у нас сломанный получился после первого раза. Ё-моё, я два колеса потерял. Три колеса. Это нечестно. Все, переделываем. Ты тоже там где-то застрял. У тебя машина, наверное, все-таки целее осталась. Ну, да, ты просто... У тебя низкий клирес. Я вообще не понимаю, у тебя вообще легковая машина или все-таки пикап? Даем газу, ребята. Так, главное, чтобы мою машину не водила туда-сюда. Но! Воу! Да я постоянно переворачиваюсь. Ты дыщ. Блин, ну непонятно, кто побеждает. Мы оба развалились. Но, если считать, что у моей машины меньше повреждений, то можно сказать, что победил я в этом заезде. Хотя, с другой стороны, в прошлом заезде у первой Теслы было преимущество. Ну, мне кажется, 1-1. Да, можно считать тоже первый заезд правильным. Потому что пока что никто не победил. И давай последний заезд. Сейчас он все определит. А вот трамплин придется, конечно же, переделать. Первая Тесла вырывается вперед. Я догоняю. Блин, мне не надо туда-сюда вилять. Жу, заезжаем. Я четко лечу. Нос тяжелый. Да! Такое что-то развалилось. Два колеса отпало, два осталось. А у тебя, у тебя тоже два. Ну, мне кажется, что здесь у нас ничья. У тебя два колеса и у меня. Смотри, как у меня колесо до сих пор катится. Вот оно покатилось. Тут у нас в этом состязании ничья. Да? То есть, мне кажется, никто не получает. И ни балл, ни полбала. Потому мы здесь равны. Машины разваливаются одинаково. Теперь посмотрим, кто дальше прыгнет. Там, высокий трамплин уже стоит. Мы будем прыгать по очереди. То есть, первый иду я. После того, как упал, уже будет дальше прыгать док. Поехали. Давай разгоняемся. Тут еще попасть, если честно, надо в этот трамплин. Да блин! Блин! Ну, это не считается. Это мазилка. Да тормози давай. Включай тормоз и она дрифтует. Моя машина чуть-чуть повернул. Все, она начинает просто жестко не туда ехать. Да что ж такое? Ну, все. Это, в принципе, считается за прыжок, мне кажется. Где я остановлюсь? Ну, вот я на крыше как-то доехал сюда. Блин, ну, черти, что получилось. Все равно я хоть попал в этот раз. Док, давай ты. Ты следующий. Но мне кажется, что он сможет прыгнуть намного. Дальше. Потому что я даже в центр не попал. Давай прыжок. Вух! Ты еще он упал. Смотри, ты еще катится. Ну, куда? Ну, даже... Подожди, как засчитывать? То есть, получается, что он прыгнул дальше, просто я катился, да? То есть, надо считать там, где идет приземление, ребят. Это первые наши тесты. Мы только пробуем. В первом, получается, выиграл Док, да? В первом прыжке. И сейчас давай мы попробуем второй. Я сказал, что куда-то скользит, но мы понимаем, что это черти что. Одна машина может скользить, другая не может. Поэтому надо считать только приземление. Давай едем. Я не знаю, там нормально-то трамплин. Стоит ровненький. О, я хорошо заехал. Да! Смотри, куда я вылетел. Дождь, приземление. На! Так, я приземлился вот где-то вот здесь вот, по-моему. Вот тут вот я остановился. Вроде бы как здесь. А ну, Док, давай прыгай. Я тут как раз камеру поставил, где я приземлился. Надеюсь, я правильно поставил. Теперь ты. Давай, давай, пошел. Ох, прыжок, прыжок, прыжок. Ты чуть-чуть меньше. Ну, ты, конечно, попрыгал, как лягушка далеко. Смотри. О, ты даже целый на ходу остался. Нормально. У тебя... Ты прыгнул меньше, получается, но у тебя прыжок был более красивый. А то у меня как-то так развернуло. Так, ребята, попытка последняя. Потому что там у нас 1-1 вроде бы как. Так, я ровно еду. Нормально. Смотри. О, хорошо заехал. Мне кажется, я далеко прыгну. Смотри, куда моя машина летит. Бах! Вот все. Я как раз машину и поставил, где я остановился. Видите, как я четенько. Давай машиной съеду. Просто хотел камеру, а получилась машина. Док, давай прыгай. Я должен быть первым, потому что я жестко проигрываю. Вау! Да нет. Ты, конечно, полетел далеко. Ты прям на один фонарик дальше. И в этом ты побеждаешь, а ты умер. Но все равно победа за твоей Теслой. Ну что, ребята, вы видите, какая Тесла намного круче у нас получилась. Это у нас Тесла номер 1. Хотя на самом деле она выглядит реально как какая-то легковушка, а не Тесла Кибертрак. Но по всем параметрам она победила. Моя тоже не отставала, но проиграла в этом состязании. Если вам, ребята, понравился ролик, оставайтесь на канале, подписывайтесь, смотрите другие видео. И скоро будет больше роликов по игре BrickRicks. С тобой был Воблер. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok